Всем привет, друзья! Вы на канале NECO. Меня зовут Сергей. И сегодня мы продолжаем изучать парсинг веб-страниц с помощью библиотеки J-SHOP. Мы будем парсить веб-страницу, на которой показывает курс валют. Это курс валют в Украине. Ну, это страница, которую я нашел. Да, мне уже писали, что зачем ты парсишь, зачем показываешь, как делать парсинг курса валют. Есть специальная API, которая тебе уже выдают все эти результаты. Я это делаю, потому что это у нас уроки по парсингу веб-страниц. И не важно, что мы будем парсить. Курс валют, прогноз погоды, все что угодно. Не важно, есть у веб-страницы API, для того, чтобы получить это в приложении или нет. Задача этого урока – научить вас делать это. Поэтому не надо писать в комментариях о том, что «А, зачем ты вот это вот делаешь?». Я это делаю за тем, чтобы показать вам, как это делается. Для чего вы это будете использовать, это уже ваше дело. Все, у меня открыта вот эта веб-страница. Она нам сейчас будет нужна. Это minifin.ua. Вот здесь, видите. Идем в наше приложение. Что у нас здесь есть? Ну, мы здесь вот уже, видите, с помощью библиотеки JSUP подключились к этой веб-странице и получили всю веб-страницу. Но теперь нам нужно получать оттуда отдельные данные. Я вам об этом объяснял на прошлом уроке. Но давайте еще раз повторим. У нас есть вот таблица, самая первая. Когда мы открываем, вот открывается эта таблица. Нам нужно получить эту таблицу и все данные с этой таблицы. И эти данные мы будем показывать в нашем приложении. Хорошо. Мы идем в инструменты разработчика, который находится вот здесь. Ctrl-Shift-E. Можно нажать. И открывается вот такая панелька. Если выбираем вот здесь селектор этот, то можем выбрать элементы отдельные. И выбрав один из элементов, мы видим вот здесь вот справа название этих элементов. И мы видим, что все эти элементы находятся, видите, в T-Body. Это таблица. Вот они. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все верно. То есть нам нужна эта таблица. Но таких таблиц может быть несколько. Поэтому мы можем просто по ярлыку, по названию T-Body, с помощью этой библиотеки JSUP, получить все элементы, все таблицы, которые там есть. И взять оттуда самую первую. Почему? Потому что наша таблица – это самая первая. Дальше могут быть еще таблицы. Ну вот, есть еще таблица. Давайте на видео на нее посмотрим. Вот видите, тоже T-Body. Лист. И могут быть еще таблицы. Вот эта тоже таблица. Давайте посмотрим. Вот еще таблица, видите? То есть здесь несколько таблиц. Поэтому, когда мы получаем по ярлыку, мы все это запишем в массив, где будут храниться все эти таблицы. И потом оттуда возьмем нужную таблицу. После, взяв нужную таблицу, мы будем брать список нужных элементов. И в каждом элементе есть еще свой список данных. То есть вот видите, курс валют, наличный рынок, N-B-U, черный рынок. Вот. Все вот это нам нужно будет получить. Хорошо, давайте этим займемся. Самое первое, что мы сделаем. Мы сделаем таким образом. Мы возьмем массив специальный, который есть в библиотеке JSUB. Называется он Elements. И назовем его Table. И теперь равно и из doc get элемент by так. Видите, есть by attribute, она нужна by так. То есть по ярлыку. Get Elements by так. Все. И здесь указываем, что за так. А так у нас будет tbody. То есть найти все элементы и записать их в массив, у которых tag это tbody. Все. И давайте теперь посмотрим, сколько элементов у нас там есть. Мы берем Table. То есть мы используем опять наш лог. Не удаляйте его. Здесь у нас был title. Давайте укажем tbody size. То есть размер table пишем и пишем size, чтобы нам показал размер массива. Сколько совпадений tbody у нас есть вот здесь в Elements. Это берется все из doc. То есть из веб-страницы по этому tag. Давайте запускаем и посмотрим. Все. Видите, показалось 7. То есть у нас есть 7 таблиц. Но мы видим, что наша это первая. Хорошо. Значит, что мы делаем? Значит, давайте попробуем наставить первую таблицу и посмотрим, что в ней есть. Если это наша таблица, нет, чтобы убедиться. Итак, Table. И давайте сделаем так. Get 0. И теперь точка. То есть get 0 мы берем с первой позиции, то есть самое первое совпадение tbody, самую первую таблицу, и превращаем ее в текст. Что там есть внутри текста? То есть пусть вытащит весь текст. Не будет вытаскивать вот эти все таги, а только текст, который там есть. Вот, видите, показало. Доллар. Данные доллара и так далее. То есть все то, что нам нужно. То есть это наша таблица. Мы убедились в этом. И видите, в этой таблице есть вот такой текст. Это то, что нам нужно будет достать. И из таблицы теперь нам нужно будет получить наш элемент, потому что мы просто его проверили. Но пока он находится в таблице, в которой есть и другие таблицы. Так что давайте сделаем таким образом. Давайте лучше назовем Tables, потому что там несколько таблиц. У нас семь таблиц здесь. Мы берем уже Element. И достаем оттуда наш элемент. Это будет... Давайте назовем OurTable. Все равно. И это будет Table. То есть вот этот массив, в котором хранятся наши таблицы. Get 0. Все, видите. Так, здесь указываем 0. Все. Мы берем наш элемент. Теперь OurTable. Это наша таблица. Но в этой таблице есть другие элементы. Поэтому мы можем из этой таблицы достать элементы. Опять же пишем Elements. То есть массив. Но теперь мы уже... Раньше у нас был массив таблиц. То есть несколько таблиц. А теперь у нас будет массив элементов в таблице. А у нас их там сколько есть? Давайте посмотрим. У нас есть доллар, евро, рубль, польский золотый, английский фунт стерлингов и швейцарский франк. Это значит 6. У нас будет 6 элементов. Давайте проверим. Мы берем Elements. Назовем... Как назовем? Elements. FromTable. Назову я. Elements. FromTable. И будет так. OurTable. То есть наша таблица. Точка Children. Будем брать детишек оттуда. Children. Хорошо. Elements. FromTable. Теперь это первый элемент. Давайте сделаем таким образом. Теперь. Elements. FromTable. Точка. Get. Первый элемент возьмем. Первый элемент у нас должен быть доллар. Правильно? Вот оно. Хорошо. И теперь превратим его в текст. Текст. Давайте теперь проверим. Так. Удалим это, чтобы не мешалось. Запускаем. И все. Вот видите. Все правильно. Доллар. Так-то-то-то-то. Все. Мы взяли самый первый элемент. Но внутри этого первого элемента есть еще элементы. Правильно? Почему? Потому что у доллара есть еще наличный рынок, NBU и черный рынок. То есть данные. Вот эти вот. Значит, здесь у нас в этом элементе есть еще четыре элемента. Поэтому нам нужно сделать то же самое. Видите. Как мы здесь сделали. Только уже с этим элементом. Ну, вообще нам нужно будет с каждым элементом сделать. Потому что нам нужно будет достать все вот эти элементы. Прогнать их через цикл. И достать все элементы, которые нам нужны. Но давайте сначала просто проверим таким вот способом. теперь опять же берем элемент пусть будет доллар равно и это у нас будет элемент from table 0 это и будет наш элемент а внутри этого доллара есть еще элементах я вам сказал значит мы опять же можем сделать то же самое элемент доллар элемент равно и опять же доллар children берем его детишек то есть видите это библиотека очень удобная с помощью таких вот функций простых понятных children берем элементы которые есть в одном элементе то есть в одном элементе может быть несколько элементов и мы их берем с помощью функции children и все и записываем опять же в массив и теперь доллар элемент содержит в себе уже вот эти элементы 1 2 3 4 давайте проверим вот если я сейчас напишу здесь вместо элемент from table доллар элемент доллар элемент а на нулевой позиции должно быть слово доллар на второй позиции вот этот вот курс наличный рынок на 3 нбу и на 4 вот этот вот черный рынок 27 2 250 27 380 давайте но таблица а это нужно ее обновить сначала потому что мы в реальном времени получим а здесь данные идут изменяются поэтому если я с вами тут 10 минут болтаю и таблицу не обновил у нас данные в приложении будут немного отличаться потому что здесь постоянно обновляется и так идем в приложение смотрим запускаем все видите получили доллар а на первой позиции нас в этом элементе что нас будет должно быть вот это все верно а почему здесь вот такие числа а на странице только два числа а дело в том что на странице они их прячут то есть не все показывает здесь показывает соотношение видите а на странице просто показывают вот эти вот числа вот эту часть прячь а здесь мы получаем все данные так ну что теперь дальше мы можем сделать дальше что нам пришлось бы сделать мы можем либо сделать много текст view то есть у нас будет куча текст разных TextView и заполнять этими данными. Но нам вообще лучше бы сделать верхнюю часть из TextView, то есть будет 1, 2, 3, 4 TextView, потому что эта часть практически не меняется. И это уже будет список. Поэтому мы создадим ListView, к примеру, наш Custom Arai адаптер и будем заполнять его вот отсюда. Поэтому лучше использовать не TextView, а вот 4 TextView, как я вам сказал, и специальный ListView. Ну, в принципе, все. Но это мы уже будем делать на следующем уроке, потому что на этом уроке времени не хватит. Не хочу затягивать сильно урок, чтобы было все просто и понятно. Надеюсь, что вам понятно. Давайте еще раз повторим, и все, на этом урок закончим. У нас есть веб-страница, в которой мы включаемся с помощью библиотеки JSON. И получаем с помощью Get всю веб-страницу и записываем в специальный класс Doc. Все. Вся веб-страница хранится здесь. Но она хранится там организованно. То есть это не как String. String — это просто текстовая цепочка, и там все подряд навалом лежит. Ну, естественно, последовательно. А в Documents есть специальные функции, которые нам позволяют вытаскивать отдельные элементы. Это уже очень удобно. То есть этот Documents для этого уже и предназначен. Как, например, в этом случае. Смотрите, я с помощью этого Doc могу взять GetElementByTag и поместить их в список. То есть мне не нужно самому эту функцию писать. Мы находим по tbody, потому что мы увидели, что наша таблица — это tbody элемент. Вот оно. Но так как этих tbody, этих таблиц, есть несколько, обычных несколько, то мы получаем их в список. И из этого списка берем самый первый элемент, потому что мы знаем, что наша таблица — это самое первое. Хорошо. Дальше что мы делаем? Дальше у этой таблицы мы берем детишек. Мы берем элементы children. Вот они. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. После того, как мы их взяли, мы берем самый первый элемент — доллар, чтобы проверить, что все работает, и показываем его детишек, то есть children's. И это его детишки, то есть его встроенные элементы — это вот наличный рынок, NBU и черный рынок. Ну и само слово доллар. Вот четыре элемента. И в каждом есть четыре элемента. И все таким образом работает для всех. То есть я взял с нулевой позиции, потому что доллар находится на нулевой позиции. А дальше идет один, два, три, четыре, пять. Не забывайте, потому что это как массив. А массивы всегда начинаются с нуля. Позиция первая — это ноль. Один, потом два, три, четыре. Ну и все. Мы берем доллар с первой позиции и так далее. Так что всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Если еще не подписались, ставьте лайки. И увидимся на следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok